Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Добро пожаловать в наш канал! 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 образовательных чтениях, они, конечно, проходят уже под, можно сказать, такой эгидой чтения наших международных рождественных чтений, которые проходили в Москве совсем недавно, это были 25-е юбилейные чтения. Они были посвящены как раз вот этой трагической дате и проходили под девизом 1917-2017 год, уроки столетия. Много было сказано, я присутствовал и на пленарном заседании, и работал по секции, у меня, кстати, вот тоже есть секция, в которой я вот постоянно там присутствую, работаю, общаюсь, это секция казачья, так как у нас край казачий, и тут так, место благословения священноначалия нашего, именно работать в этой секции. Ну и, конечно, общая тенденция такая, именно нам как-то вот осмыслить это событие, которое произошло 100 лет назад. Называть его можно по-разному, переворотом Октябрьской революцией, мы не хотим никого сейчас осуждать, судей, нам главное осмыслить уроки этого именно прошедшего периода времени. что произошло, что, как это повлияло, были и положительные факторы, были и отрицательные, но то, что произошла трагедия в 1917 году, это, конечно, несомненно. Почему трагедия? Потому что изменился, изменился строй нашего государства, порядок какой-то. А вы знаете, что жить в период безвремени, это, наверное, самое худшее состояние, которое мы можем сейчас именно кому-то пожелать. Мы видим это такое состояние у наших соседей, да, у нашего братского народа, Украины, страны, которая тоже входила в состав нашего государства. Мы видим, что люди живут в период такого безвремени, хаоса, это страшно. Мне бы не хотелось, чтобы мы тоже попали в такую ситуацию. Поэтому сегодняшнее наше вот такое собрание, а вы все-таки педагоги, которые влияющие на умы и на сердца ваших подопечных, это будет очень важно. Мне недавно сказал один из глав нашего образования в Ольгинской эпатии, которая входит, я не буду говорить кто, что одна из молодых преподавателей сказала так, я не обязана любить ваших детей на родительском собрании. Ну представьте, да, как это может быть. Педагоги сказали родители тех, кого учат. Я думаю, что это нансенс. Без вопроса именно такого, значит, это существует, это есть, значит, это такое отношение именно педагога к своим именно обязанностям, есть такое? Это страшно. Это говорит о том, что у нас переходят какие-то перемены, отрицательные, положительные, вы же сами рассудите. Но я как-то вот думаю так, что как это так, преподавать маленьким детишкам, их не любить, ну это просто, ну страшно. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы мы все-таки в сегодняшней нашей такой работе с вами вместе именно осмыслили эти вот, эти уроки этого столетия. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, вы все прекрасно знаете, что произошло за эти сто лет с нашим государством, с нашей страной, с нашим народом. Это уже другая тема разговора, но мне хотелось бы, чтобы мы именно постарались бы именно лично, каждому для себя, извлечь какой-то урок и привнести в нашу деятельность, потому что вы люди общественные, вы люди, которые находитесь на виду, вы преподаете, вас слушают, от вас чему-то учатся, от вас чему-то научаются. И как бы вот буквально позавчера на годовщине интернизации Святейшего Патриарха, он так и сказал, Святейший Патриарх, или не сказал, что мы должны быть все. Примером тех, над которыми, которых мы учим, стоим, преподаем, являемся руководителями, преподавателями, он обращался к нам, к священникам, к архипасторам, к пасторам, вот, и говорил так, что именно вы должны быть примером. Я бы хотел перефразировать эту тоже речь, так что обращаюсь к вам. Вы тоже должны быть примером для своих подарочных. Я вам этого желаю именно от всей души. и желаю, чтобы ваша работа, ваши идеи не сбылали именно для вас полезно. Потому что только когда человек трудится от всего сердца с любовью, только тогда будет польза. Если есть какое-то чисто, ну, рациональное решение этого вопроса, вот я сейчас поработаю, как это, конечно, будет, пользы от этого не будет. Только тогда, когда человек отдает силу себя, свою душу, свое сердце, только тогда именно. И для него лично, для этого человека, преподавателя, педагога, священнослужителя именно только тогда именно будет именно польза, которую он для себя приобретает. Я вам этого желаю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Милые дети! Знаете, когда люди прилежно молятся Богу, исполняют Его волю, живут в мире друг с другом, то Господь посылает на землю изобилие. Земля плодоносит. И люди бывают сыты, довольны. Но в части и довольстве человек часто забывает о Боге, и все благополучие начинает потихоньку рушиться. Бабушка, а помнишь, ты говорила, что было такое время на земле, когда все люди забыли истинного Бога, и только один народ еврейский оставался вверх в квартире? Да, они верили. Но порой, глядывая соседние нечестивые народы, они брались в плохой пример, и тогда их постигали различные бедствия. А какие бедствия? Ну вот, пример. Я скажу вам историю, как грея казна, и как господь чудит, мой отдел, после того, как они начали горячо молиться. Ой, как интересно. Расскажи, бабушка. Было это давно, на берегах Нила, в Египте, когда страной управлял фараон, а главным советником у него был благочестивый и верный Бог у еврея Иосиф. Был в Египте великий запас хлеба, а по всей земле был голод. Тогда Иосиф перевоз страну египетскую, своего отца и братьев семьями. Шло время, фараону сменяли друг друга, а народ еврейский размножился весьма. Ой, великий господин, что прикажете исполнить? Позови мне главных советников твоим. Главных советников фараона. Главных советников фараона. Дошел до меня слух недобрый. Говорят, еврейский народ составляет нам некое беспокойство. Да, они располагались. По всей египетской земле скоро их станет больше, чем нас и гиптянусь. Они едят наш хлеб. Скоро нам самим не смеют нечего. Но они же наши родные служат нам, только данное служение и прочее. Мы мало они работаем, все хотят им и Богу служить. А вы знаете, что они наших богов не почитают? Достаточно. Спасаясь я, как бы они не пришли на сторону врагов государства. Что предлагаете? Давайте их избраним. Ну вы что, а кто будет работать в поле, строить города? Да можно наоборот, вы будете побольше работать, чтобы никогда в поле не поднимали. Хорошо, ваши советы. До этого недостаточно. Я вот что повериваю. Первое. Пусть еврейские рабы работают от похода в полу, без выходных и праздников. Второе. Кто будет сопротивляться, пусть насмотрщики бьют такого несчастья. Третье. И самое главное. Бивать всех новорожденных евреев мальчиков. Тогда через несколько лет их станет не так жалко. О, как ты прям мудр. Твоя мудрость поясню в сердце, солидно. Третье. Твоя слава упоминает целикам. О, Боже, какой страшный бесчеловечный закон издал фараон. Что делать? Как бы спасти нашего сыночка? Ведь если больно фараон узнает, что у нас родился сын, то они убьют его. Мама, давай молиться. Господь подскажет, как нам будет. О, Боже, помоги спасти жизнь нашего мальча. О, Господи, что же нам делать? И Господь услышал горячую больницу. Он послал им мысль, как можно спасти ребенка. Мама, давай положим братика в корзинку. Иногда придут воины фараона, не спрячь его в камушах, а я буду охранять его, спрятавшись неподалеку. Я кажу, кажется, слышу полный топот и крик. Мариан, скорее бери малыша и бери на берегу. Как больно фараоны уйдут, ты бери малыша и бери домой. Бегу, бегу, мамочка. Ах, как же здесь красиво, как чудесно вы их видите. Давай, что уезжаем в зиму на передвижном. Здесь неподалеку находится еврейское теление. Хорошо подпрягать ваших предыдущих жизнь на вас. На своей земле я никого не боюсь. Я, кажется, слышу, как ребенок выйдет в зиму. Это младенец. Принеси его сюда. Госпожа, это мальчик. Какой прекрасный ребенок. Я заберу его себе. И как же вы его назовете? Моисей, дорога на воду. А если это не влезький ребенок, ваш отец будет спросить. Мой отец меня очень любит, потому что он растет. Шли годы. Моксей вырос в притягском дворе и был научен в области детской. Однажды, заступая за еврея, он убил евтянина. Это сделалось известно мне подробленным. И Моисей вынужден был бежать другую страну. Орали. Там же везет стал поступом. Однажды, когда он подсквозил горы Харива, ему имелся Господь и повелел идти к фараону и вывести еврейский народ из Египта. При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса и знамения, а также дал помощь праглива Араон. Пусти их, я послушаю, что привело в мою школу. Отходите, я буду на все предъем в Араон. Чем вы осмелились беспокоить меня? Мы пришли по повелению Божию, как Господь велит отпустить тебе еврейский народ, ибо они измерены работой, и крючок просит Бога, как ты отпустил. Что? Отпустить евреев? Уходите прочь, я не знаю вашего Бога и народа еврейского не отпущу. Бог сказал мне, если не отпустишь народа его, навести во страну Тори великие камни. Так, значит, прибавить работу рабам еврейским, чтобы они забыли про Бога своего и про свободу. Бабушка, какие параоны были жестокими, и Бога за себя твоя ярость. Что же было после этого? А после этого Моисей по повелению Божьего навел на Египет последовательно десять хранистей, то есть великих бедствий. По слову Моисея, вода в ремях в озерах и колодцах превращалась в кровь. Грады срача истребляли растительность. Наступала трехдневная тьма в Семьи Египте. Но фараону прямо не отпускал евреев до тех пор, пока не совершилось самое страшное огня. Господь умер от всех первенцев в Египте от человека до скотарки и поднялся в Египте великий платье. Тогда фараон велел призвать Моисея. Что сделал твой Бог в стране нашей? Скорее уходите прочь с народом еврейским из Египта, пока я не передумал. И повел Моисей народ Божий к черному или красному морю. А египтяне, похоронив умерших первенцев, стали жалеть, что отпустили еврея. Повелеваю собрать войско с колесницами и всадниками, догнать евреев и вернуть. Но не вышло ничего у фараона. Господь повелел Красному морю расступиться и стали морские стеной по справу и слева. Одно морское сушил. Пошел народ еврейский по этому коридору, а тут и войско фараонов подспело. И только евреи достигли противоположного берега моря, как вода сокнулись и потопили фараона с колесницами и всадниками. Так избавили благородный грейский из многолетнего арабского. Да, бабушка, Бог всемогущий. Он сильнее всех царей, сильнее всех фараонов. Кто ему молится, кому ничего не страшно. Я поняла, бабушка, что нужно никогда не забывать Бога. Никогда никакого голода не будет. Не нужно будет уезжать в чужие страны, ведь в чужих странах люди будут трамвали. Да, девочки, по этому воскресенье, когда зазвонит колокол, мы с вами пойдем в наш храм на общую молитву. С Богом нам ничего не грозит. Слушай, народу, Божий, Господь говорит, Господь Бог наш, Господь един есть и любви Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими и ближним твоего, как самого себя. девочки, пока Продолжение следует... 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 Продолжение следует...